Привет, друзья! ITDoc на связи! Много людей обращаются ко мне и просят помочь решить проблему с блокировкой активации. Часто бывает такое, что мы по тем или иным причинам забываем пароль от учетной записи Apple ID. Проблема довольно-таки популярная и сейчас мы ее будем решать. Смотрите видео до конца, уверяю, будет интересно! Друг, если у тебя есть яблоко, тогда заходи к нам в Telegram по ссылке внизу. Я уверен, что тебе там понравится. Я полазил в интернете и нашел довольно-таки интересный софт от команды iRemove Tools. Хочу упомянуть, что программа работает на всех айфонах до 10 и на всех айпадах до 2018 года выпуска. Ссылка на скачивание уже есть в описании. Но во избежание проблем с установкой выключаем дополнительное программное обеспечение, которое может заблокировать инструмент iRemove. В моем случае антивирус блокирует интернет-трафик. И я его отключаю. Приложение уже готово выполнять свои задания. Подключаем наш айфон к компьютеру. Но программа заставляет нас сделать Jailbreak. Не проблема! Я буду делать Jailbreak на примере iPhone 5s и на ПК с операционной системой Windows. Во время процесса я буду пользоваться софтом, который имеет название Checklist с предустановленным Jailbreak'ом CheckRain. Под видео оставлю ссылку на полезную страничку от команды iRemove. В ней описывается все от Jail'а и до решения блокировки и активации Apple ID. А также там можно скачать все использования в этом видео приложения. Хочу упомянуть, что на моем айфон установлено iOS 12.5.7, а программное обеспечение, которое я использую, поддерживает iOS от 12.0 до 14.8.1. Для начала качаем CheckNiz и Balena Etcher. Ссылка будет в описании. Вставляем наш накопитель. В окне Balena Etcher выбираем файл CheckRain ISO. И распаковываем на флешку, как показано на этом видео. Далее перезагружаем компьютер и входим в меню загрузки с помощью клавиш Escape, F2, F10 или F12. Они могут быть разными в зависимости от производителя вашего компьютера. Если у вас не получается включить меню загрузки, тогда советую поискать в Google. Там точно все будет. Выбираем загрузку с внешнего накопителя и нас перекидывает в интерфейс CheckRain. Нажимаем параметры и устанавливаем разрешение непроверенных версий iOS. И пропустить проверку A11BRP. Далее нажимаем кнопку назад. Берем наш гаджет и подключаем к компьютеру. Но стоит учитывать, что нужно использовать только кабель USB Lighting. А с кабелем нового типа USB Type-C Lighting работать не будет. После подключения втыкаем Start. Программное обеспечение CheckRain уведомляет нас, что необходимо перевести устройство в режим восстановления. Нажимаем Далее, чтобы продолжить. А софт все сделает за вас. Теперь нас просят перевести устройство в режим DFU. Сделаем это, следя за инструкциями на экране. Готово. Теперь главное не выключать наш аппарат и дождаться завершения процесса. Если все получилось, то мы увидим сообщение «Все готово». Наше устройство прошло процесс Jailbreaker. Теперь мы можем решить нашу проблему с блокировкой активации Apple ID. И снова открываем iRemove. Тыкаем на кнопку Start и процесс решения пошел. А мы пока можем попить чайок и понаблюдать. После завершения мы снова сможем пользоваться нашим девайсом и делать все те же действия, что и до блокировки активации Apple ID. Сможем входить в новый Apple ID. Звонить. Качать приложение и так далее. Ну вот и все. Теперь даже такая большая и популярная проблема решается вот так просто. Если есть какие-то проблемы с вашими яблочными девайсами, тогда пишите в наш телеграм-чат и предлагайте идеи для следующего видео. Все полезные ссылочки находятся под видео «Решай свои проблемы с умом». «Решай свои проблемы с умом».